Мими, дыши! Мыши, дыши! У нас стоит не движется, бедный ребенок. Дома Леон! Дома Леон! Леон! Я Леон! Доброе утро, ребятки! У нас такая холодина сегодня, 14 градусов. Ну, честно говоря, холодно, чувствуется, что уже началась зима. Ой, девочки, у меня такое хорошее настроение. Мы так... Ой, господи, чуть не свалилось. Мы так вчера чудесно подурачились. Ну, самое главное, девочки, вы понимаете, да, что я ответственный человек. Хоть и даже посидела, отдохнула с подружкой, да, позависала. Но зато приперла банку Атуна. Маме нужен был Атун. Ой, цирк на дроте, девки, бывает такое, да, вот стоишь утречком, и говорится, но такое вот счастливое настроение. Мы вчера так нахохотались. Это не то слово, я вам говорю. Отдыхать нужно, девочки, расслабляться обязательно нужно. Ну, собака, честно говоря, мне напомнила мою. Я вчера так смеялась, точно. У меня Уиль, когда одевают такие вот шубки, одевает такие палькишки, он не двигается. Ему абсолютно, как говорится, невозможно двигаться. Он боится этой одежды, я не знаю. Я так смеялась вообще-то. Ой, напишите, у кого такие собачки, и боятся одежды. А другие вот просто одевают и ходят спокойно в этой одежде, правда? Странно очень. Почему? Что у нас сегодня за погодка? Ну, слава богу, хоть ветерочка нет. И море спокойное, наше морюшко. Очень странно, но сегодня возле моря, мне кажется, теплее, чем в городе, я не знаю. Девочки, вы знаете, для нас, да, 14 градусов, это наша зима. Ну, в принципе, у меня под низом, вот смотрите, показываю, одна кофточка с длинным рукавом. Ну, и, конечно, вот это у нас, смотрите, на тепленьком этом самом вот. И я вам честно говорю, вот так вот мы ходим всю зиму. Ну, многие. А многие очень пользуются безрукавочками. Обыкновенно одевают какую-то шерстяную кофту, такую теплую. И вот такие у нас зимы. И снега мы здесь и близко не видим. Девочки, вы знаете, вот завтра у нас праздник. Обозначает День Конституции у нас, по всей Испанской Конституции. Люди завтра будут отдыхать. Я завтра, наверное, точно утром, наверное, работать не буду, только вечером. И вот завтра хотела бы заняться расхламлением. Уже так застало все, девчонки, сил нет. Есть, честно говоря, повод. Вот скоро, как говорится, надо уже приводить дом в порядок, перестирывать все шторы. Да, вот вы тоже перестирываете шторы. Ой, как вспомню, так и вздрогну. У нас эта традиция наверняка вложена нашими родителями, правда? И я думаю, что хорошая. С одной стороны, мы подчищаем все, выбрасывать все это, понимаете? Ну, не знаю. А многим очень тяжело расстаться с этим. Знаете, девчонки, по поводу именно вот расхламления и материализма, да? Если мы так задумаемся в нашей жизни, как в принципе, нам нужно иметь самое обыкновенное, самое необходимое в этой жизни. Иногда мы окружаем себя вот такими захламлениями, только потому, что мы и хотим сберечь что-то, да? Вот именно, ну как сказать, вот на всяк пожарный. Вот давай оставим, а вдруг пригодится. Вот давай, а может быть где-нибудь там какие-то кусочки, какие-то лоскуточки. У вас так же, да? И у меня тоже. Вот с этим бы хотелось проститься. Я помню, вот когда у меня шифонер разваливался, залезла, посмотрела, думаю, боже, сколько сраней и ну всего. Раньше я работала на кухне, у меня там сохранилось, ну прямо сумяки целые, вот именно униформы. И ты думаешь, нахрена она надо? Там могло бы быть, как говорится, чудесно сложенная обувь там или что-нибудь еще. Обувь ненужная, то же самое. И вот эти вот побрякушки разные, которые украшения, которые мне уже надоели просто, вы знаете? Но как нет времени, постоянно думаешь, да, хай сиди. И так постоянно случается. Вы заметили это, правда? Мне предлагали сходить, говорит, вот так, сгрести вещи и сходить на рынок. У нас здесь есть блошинный рынок, правильно называют его? Каждый, мне кажется, два раза в месяц по воскресеньям люди выносят у нас здесь на базарчик такой специальный, им выделяют время. Мне кажется, ни один знакомый говорил, что он туда носил свои именно вещи, говорит, и познакомился с кучей людей. Он, говорит, хороший знакомый приобрел. Он, говорит, я сгреб все, чтобы именно не выбрасывать на мусорки, говорит, и пошел, ну, именно платишь там, мне кажется, 5 евро, если я не ошибаюсь. И вылаживаешь что-то на столик, это как своего рода, так, ну, ты платишь за место обязательно, просто так в Испании прийти и торговать нет. И вот они там продают все, как говорится, и какая-то копеечка есть. Но опять же, девочки, это же нужно стоять, это же нужно ехать. А у меня этого времени, как видите, нет. Девочки написали, Тань, тебе надо заняться спортом. Да, девочки, я согласна с вами. Ну, опять же, когда? Вот когда? Честно говорю, я прихожу домой, я просто падаю, я устаю ужасно. Потом занимаюсь, конечно, пару часиков, уделяю Ютубу. Пока поужинала, посмотрела туда-сюда, уже все, уже вечер, ночь. Еще надо снимать видео некоторые, понимаете. Это работа, девочки, это не просто так. Взяла там видео, записала все. Это работа, которая уделяет очень много времени. И я, мне очень нравится Ютуб, мне очень нравится этим заниматься. Вы знаете, я не собираюсь его бросать. Ютуб это очень долго. Это не может быть вот так вот раз и взлетело. Ну, некоторым везет. Но это, как говорится, года должны быть, чтобы человек какую-то начал копейку получать. Во-первых, это мне нравится, это мое хобби. Да, я понимаю, что я выбираю, конечно, говорится, как жить и все остальное. И, может быть, и правда нужно уделять иногда для своего здоровья. Ну, этого я вам мотивацию не сделаю. Вот честно говоря. Люди, которые сидят дома, как говорится, ничем не занимаются, не работают. Тогда, да, они утречком встали, погибли, где-то прогулялись, чем-то позанимались. У них есть время на все. А у меня этого на данной девочке момента нет возможности. Ни возможности, ни времени. Опять же говорю, спасибо большое мамочке, что она мне очень сильно помогает. Ну, во все полностью. Вообще, классно родиться, как говорится, с миллионером. Знаете, хоть и правду говорят, что, мол, деньги не помогают в этой жизни, а я вам скажу, что помогают. Была бы какая-то, допустим, не то, что поддержка, а была бы какие-то, допустим, я не знаю. Ну, родилась я богатой. Да я не родилась богатой. Я родилась, как говорится, в простой рабочей семье. Мужички вышли собачек в иголе, вать, какая благодень, да. Смотрите, говорят, да, что, вот смотрите, собака стоит, писает. Вот что он сможет сделать? Ну, какахи он соберет, понимаете, да. А вот пис. Это же все потом пляжи, это мы на этом загораем, мы там потом, не знаю, запахи. Ну, не знаю. Хоть его и прочистят, но все равно же запах остается, да. И пишут, что нельзя здесь гулять, есть собачий пляж. И нет, люди все-таки продолжают выводить собак. Ну, и я так понимаю, никто их не штрафует. Солнышко вышло, красотеньки. Девочки, жду не дожду, когда я уже поменяю свои ногти. Кстати, напишите мне, пожалуйста, какой следующий цвет мне выбрать. Вот я уже давно об этом думала, думаю, что бы мне придумать, какой цвет выбрать под ногтики. Во-первых, я понятия не имею, что я одену на Новый год. У нас здесь, в принципе, уже осталось, уже фиг да нифига, правильно? Хотя, может быть, такое, что еще придется еще один раз красить ногти. Ну, короче, какой бы вы цвет выбрали именно, ну, вот, на Новый год? Как я новичок в этом? Посоветуйте! А может, выбрать классический красный цвет, который подходит под все, правильно? Я что, не знаю, что я там напялю? А красный подойдет, я думаю, ко всему, правда? Потому что на Новый год хочется чем-нибудь веселенькое, а потом чем-нибудь дорисовать такое новогоднее, правда? Такого настроения хорошего. Кстати, девочки, обязательно мне напишите, что вы будете делать именно с вами тюрьмами. Я уже жду, не дождусь, чтобы пришла посылочка, чтобы это был четверг. Ой, девочки, посмотрим, вот там мы будем отрывать. Какая красота, гляньте, солнышко прошло, пробилось. Так что сегодня будет отличное настроение и отличный день, а? Но все равно холодно, холодно. Вот вам и пришла, вот вам и дождались. Этого, девочки, я сегодня не ожидала. Начинаются украшения новогодние. Вот, смотрите, сделали велен такой красивый. Да, это в каждом доме в Испании, но, слава богу, все в этом году меньше сделали. Ставят вот такие вот на святую ночь. Белен называется. Ну, пошли, я тебе покажу дальше. О-хо-хо-хо! Девочку тоже уже поставили, слава богу, как говорится. Но шариков, смотрите, только один, слава богу. А может, еще просто не успели, потом завтра поставят. Пипец, а? Вот это мне убирать. Вот это не проблема, вы знаете. То, что я пришла, это в этом году еще мало поставили. А в других домах, когда буду приходить, где есть детки, это будет кошмар. Это же все надо поднимать, вытирать пыль и устанавливать опять. Это же, блин, играться, девочки. Это мечта любой, именно женщины, которая работает на уборках. Это просто мечта. Слава богу, что мы их не собираем. Ой, девочки, дописываю. Вы знаете, я хотела, что вам сказать, вот честно говоря, наверняка, кому Новый год, а кому вот эта вот уборка. Я вам честно скажу, девочки. Это не для того, что я возмущаюсь, то, что мы вот именно перерабатываем. Нет. Дело в том, что когда мы работаем именно на этих работах, не зная, почему вот именно многим нашим работодателям, они почему-то не учитывают это. Вот они захлопляют все это, понимаете, да? А нам вот это все выгребать. И работа, вот объем работы такой же самый, как он должен быть каждый день. И ты приходишь так и думаешь, блин, это не успело, то не успело, то не сделало. И вот так вот бежишь. Так, подождите, это продолжается именно до 6-7 января. У них это все будет стоять. И вот эти все недели стрессовские, понимаете? И, во-первых, завтра праздник, не работаем. 24-го, 23-го, не, подождите, 24-го, 24-го тоже не работаем. Теряем деньги обязательно, потому что мы на работу не выходим. Потом у нас начинается опять еще один мост. И, понимаете, вот так если подумать, то для нас Новый год это трэш полный. Это когда приходишь домой, и ты думаешь, знаешь, вот с чего начать? Расхламление. Ты приходишь никакой домой уже после этого расхламления. Девочки, я вам честно говорю, я уже не дома. Как видите, да? Ну, вы поняли, да, где я? Говорила, говорила, говорила. Ну, посмотрим завтра, какое я буду делать расхламление. Может, вот это? Так что посмотрим, девочки, посмотрим, кого мы сегодня будем расхламлять. А у нас еще впереди, девочки, дни рождения. Так что вот так вот, вот так вот начинается мой декабрь. Как я и вам и говорила, каждый раз у меня одно и то же. И сюрпризы бывают разные. На здоровье, скажи, на здоровье. На здоровье Украины. На здоровье Украины, а не только Украина. Так что, ребятки, будем мы расхламлять сегодня другие вещи. Да, 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 да. На здоровье Украины.